Екатеринодар Ни одна корова. До уличной драки пострадал унтер-офицер. А в конце ноября бастовали кондитеры, повара, официанты и прислугов гостиницы. Кроме восьмичасового рабочего дня, они требовали вежливого на выобращение, отмену компенсации за разбитую посуду и обеда из двух блюд за счет хозяев. Политическая и забастовочная борьба не повлияла на обычную жизнь Екатеринодара. Ставились любительские спектакли по Островскому, проходили музыкальные вечера с Водевилем, картинная галерея Коваленко весь день наполнялась зрителями. Из опасения погромов некоторые магазины закрылись на радость конкурентам. Владельцы же престижных торговых заведений по улице Красной вели борьбу за кошельки горожан, рекламируя все. Адеколоны, меха, елочные игрушки, кирпич местных заводов, красный полужелезняк и колодезный, надгробие, часы и все по умеренным ценам. Суровые годы Российской революции 1905-го не помешали экономическим успехам Екатеринодара. Было открыто отделение крупнейшего коммерческого банка – русского. Банковское дело пошло в гору. Проводились аукционы. С публичного торга продавались бриллиантовые, золотые и серебряные вещи, а также швейные машинки. Но, несмотря на солидность екатеринодарских банков, в декабре они стали жертвой, охватившей город паники. Вследствие злонамеренных слухов, жители кинулись требовать обратно свои сбережения, хранившиеся во вкладах. Городской управе стоило немалых сил успокоить население. Газеты писали о ненормальности этого явления и предупреждали об опасности, которой подвергаются лица, хранящие деньги дома. Так и по сей день. Редактор субтитров А.Семкин